Особенно важным мы считаем выстраивание добрососедских, дружественных отношений с регионами Сибирского федерального округа. Сотрудничество – залог успеха, особенно если это касается опыта разработки законов в жизненно важных сферах. Сегодня депутаты Законодательного собрания края и Республики Алтай подписали соглашение, направленное на установление межпарламентских связей. По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания края Сергея Попова, этот документ поможет более эффективно наладить межрегиональную работу в интересах жителей двух регионов. У нас в Законодательном собрании достаточно активно работает комиссия по межпарламентскому сотрудничеству, взаимодействию. Безусловно, основной смысл этого соглашения – это развитие нашей совместной законотворческой деятельности, обмен опытом, парламентский контроль. И, конечно, решение вопросов, которые представляют взаимный интерес. Я думаю, будем работать на благо жителей наших территорий, наших регионов и для развития общего парламентаризма в стране. Депутаты будут делиться опытом принятия законов в сферах окружающей среды. Наш край, как и Алтай, богат лесами. И опыт, как рациональных, использовать очень важен. Также внимание уделят развитию туризма. Оба региона имеют красивую природу – тысячи озер, бурные реки и неописуемые пейзажи. Важно понимать, как организовать хороший и доступный отдых для людей, не навредив окружающей среде. Для нас, для региона, конечно, очень важными являются вопросы развития лесной отрасли, вопросы поддержки коренных малочисленных народов, вопросы развития туризма. Поэтому, надеемся, мы в этих направлениях будем сотрудничать и совместно развиваться как две территории. Коллеги краевых депутатов из Алтая к сотрудничеству отнеслись с воодушевлением. Особый интерес вызвал опыт нашего региона по формированию законодательной базы по поддержке малочисленных народов. У нас большой опыт, у нас очень много государственных программ, и в основном за счет краевого финансирования, частично федерального финансирования. И у нас очень много этносов, и те программы, которые сегодня работают у нас в Красноярском крае, для них очень важны и интересны. Парламентарии планируют проводить конференции, семинары, круглые столы. На сегодняшний день действует 13 межпарламентских соглашений, например, с Севастополем, а также Тюменской и Амурской областями. Работа депутатов Законодательного собрания Красноярского края в этом направлении продолжается. Продолжение следует...